Итак, общегородская платформа электронных образовательных материалов для смешанного обучения. И я представлю Максима Черенкова, городской методический центр заместитель директора, Марию Косе, департамент информационных технологий, руководитель направления образования и Дмитрия Бехтерева, руководитель проекта общегородская платформа электронных образовательных материалов, департамент информационных технологий. Можно я? 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 О нем мы подробно потом расскажем. Электронный органайзер, коллаборатория, дневник и систему электронного сценария, сценария проведения уроков. Мы столкнулись, вообще у нас были некоторые трудности, с которыми столкнулись педагоги. Мы, предположим, различные интерактивные доски, которые поставлялись образовательные организации, а их не только три типа, которые массово поставлялись, их на самом деле гораздо больше, организации получали таким или иным образом. В результате сложилась ситуация, когда мы библиотеку общего контента не можем применить, то есть один учитель на промитии не разработал какой-то свой сценарий, и этот сценарий не может применить его учитель. Нам начали обращаться дектора школ по этому поводу, что они вынуждены в кабинеты учебные подгонять под ту специфику учебного оборудования, под те бренды, скажем, которые существуют в образовательном учреждении, и там среди учителей был ряд конфликтных ситуаций. Поэтому мы очень попросили ЭДИТ разработать такую систему сценирования, чтобы учитель не зависел от конкретного типа интерактивной доски или от конкретного программного обеспечения. Второй важнейшей задачей стояла задача интеграции. Интеграции всего со всем. Вы знаете, что ГМЦ достался в наследство ЭДИТу электронный дневник. Произошло это не просто так. Произошло это именно из-за того, что мы попытались представить концепцию, которая бы интегрировала все представленные модули, в том числе на базе электронного дневника. Никакие действия учащихся не должны проходить вне контроля его самого или родителя. И в качестве такой системы, которая хранит эти сведения, это, конечно, удобно рассматривать электронный дневник. Вот, собственно говоря, несколько таких принципов. Ну, я чуть-чуть по технике тоже прокомментирую. На самом деле, задача и контентного блока, и блока электронных материалов, и стацинирования была изначально поставлена задача создания мультиплоформенного продукта, который бы не зависел от того конкретного типа устройств, от той поставки устройств, интерактивных досок или планшетов, которые сделаны или будут сделаны. Мы ориентировались на то, что любая конфигурация оборудования, будь то андроидный планшет и PC-шный компьютер, будь то интерактивная доска ProMetion и, например, iPad-педагога один, или еще что-то, любые эти конфигурации должны были с системой достаточно одинаково отрабатываться и быть одинаково хорошо поддержаны. С точки зрения техники, ну, я понимаю, что для образованцев это кажется, ну, может быть, не очень существенно, но с точки зрения техники это один из самых тяжелых вопросов, если честно. Значит, с чего началось все о квадратной гнездовой системе. Я, видимо, фиксируюсь на этой теме. Значит, было отобрано 6 образовательных учреждений для того, чтобы начать апробацию электронных учебников. Даже часть замучей из этих школ я здесь вижу, они, может быть, нам даже какие-то вопросы помогут ответить. Значит, соответственно, к апробации было предложено, любезно, издательством просвещения 4 учебника, 6 образовательных школ. На самом деле, не полностью школы участвовали во всей этой истории. Участвовали только один класс, одна параллель и только один предмет параллель. То есть, таким образом, это не было навязано, это не было совсем массовым каким-то продуктом. И надо сказать, что учителя за этот год апробации продукта совершили какие-то фантастические вещи. Они делали гораздо больше, чем мы планировали и больше, чем мы рассчитывали. Собственно говоря, завтра один из учителей будет показывать мастер-класс. Я так, наверное, могу пригласить вас сразу же на этот мастер-класс, для того, чтобы посмотрели эту среду в действии. Почему мы рассказываем, вот почему мы сюда пришли, на эту секцию? Потому что для нас, в принципе, смешанное обучение является такой квинтэссенцией любых технологий. От самого простого, традиционной формы с использованием каких-то электронных ресурсов, фейс-то-фейс, лицом к лицу, вплоть до какого-то абстрактного футуристического продукта под названием облачная школа, когда ребенок учится, изучает предмет, вне привязки к учителю, вне привязки к какому-то конкретному курсу, а опираясь только на какую-то конкретную структуру знаний. Ну, предположим, какому-то учителю удалось грамотно что-то объяснить, или как другой учитель подобрал какую-то ползадач понятных, или наоборот, повышенного, или просто он как-то это сделал. В результате, ну, правда, этот пятый пункт мы, конечно, не рассматриваем, я еще раз повторяю, это какой-то футуристический продукт. В нашу задачу, прежде всего, входит реализация, вот если мы первые четыре вот этих блока технологий реализуем, и если, соответственно, педагоги найдут под эти технологические решения, и педагогические решения, то, в общем, наверное, этого будет вполне достаточно. Первое, с чем мы столкнулись, и первое, с чего мы начинаем, мы, наверное, с каких-то простых, очень организационных вещей. Значит, прежде всего, это организация учебных планов. Мы можем очень много разговаривать об учебных планах, о необходимости индивидуальных учебных планов, но до тех пор, пока мы не сделаем какую-то понятную электронную систему, которая, с одной стороны, могла бы гарантировать минимальный, не превышение максимального объема часов по образовательным стандартам на уровне образования, которая бы гарантировала часы по СанБИНам, которая гарантировала бы соблюдение всех требований стандарта, особенно в старшей школе, по количеству предметов, изучаемых на углубленном уровне, по количеству предметов, изучаемых в предметных областях, ну и так далее. То есть, первое для нас и важное, это обеспечить школу организационной составляющей. Современный завуч, который работает с комплексом 3,5-5 тысяч человек, один, ну, два завуча, которые работают над учебным планом, в результате это превращается в некоторую нерешаемую задачу, необычайную в уровне сложности. И, в общем, эту задачу мы сейчас решили, у нас сейчас созданы экспертные советы, собственно говоря, которые работают над совершенствованием этого программного продукта, который позволяет работать над учебными планами. И смешанное обучение начинается все-таки с организации, с организацией всей инфраструктуры, движения учащихся, распределения по группам, от этого никуда не денешься. И любые педагогические задачи все равно должны быть обеспечены организационно, поэтому, собственно говоря, я здесь и об этом говорю. Есть еще добавки? Это получается, если еще добавить? Ну, я чуть-чуть всем добавлю. На самом деле, когда мы начинали проект по электронным учебникам, несколько было подходов еще там в 2012 году, у нас были большие активности в Москве по этому поводу. Ну, не так давно пришло понимание, наверное, в прошлом году, что никакой образовательный контент нельзя использовать, если он, ну, никакую образовательную технологию типа интерактивной доски или электронного учебника нельзя или очень тяжело использовать, если она действительно не обеспечена и не интегрирована технологически с вот этим вот организационным уровнем, про который говорит Максим. И самое главное, что нам удалось вот этот вот верхний, яркий уровень, да, учебник на планшете интегрировать с тем невидимым обычно уровнем по организации образования в школе вообще. Следующее, что нам показалось важным, и, собственно говоря, на чем мы, собственно, остановились, это на вопросах системы контроля, именно форм контроля, который используется в образовательном процессе. Мы понимаем, что любая вариативность и педагогических технологий, и организационных технологий, она должна подкрепляться результатом. То есть мы должны гарантировать родителям, мы должны гарантировать ребенку, что там по окончании уровня они освоят там тот или иной ту или иную программу. Турный, рабочий, по-другому так. Вот, соответственно, введение вариативных форм контроля, за что нас, честно, и очень часто обвиняют в существующих решениях электронного журнала. Очень мало и очень узкой вариативности форм контроля. Я буквально сегодня разговаривал с директором, который рассказывал о том, что в школе были изменены из-за текущего электронного решения, те формы, новые формы, которые реализовывались раньше. Но в следующем году, собственно говоря, могут их включить. Они на слайде обозначены. Там N-балльные системы, наверное, никого не удивишь. А вот такие вещи, как критериальная система, безотметочная система, или система накопительная, в общем, вещи достаточны для школы инновационной. Честно говоря, мы когда даже вводили в существующее решение вес отметок, мы, в общем, не думали, что мы кого-то удивим. Но, поверьте, на слово ежедневно приходится отвечать на письма родителей, которые пишут о том, что вальная система снижает мотивацию учащихся. Из чего они исходят? Они исходят из того, что если ребенок хуже пишет контрольные, соответственно, это все приводит к тому, так как у этой оценки больше вес, у них глобально падает успеваемость. И, в общем, делают такой вывод, причем это из письма в письмо, что этим оценка, такая оценка, она разрушает мотивацию. В результате, для меня лично, это парадокс. Потому что, знаете, глобально всю мотивацию можно резать на две части. Мотивация избегания, мотивация достижения. Если мы формируем мотивацию избегания, то есть избегание негативной оценки, оценки ниже, тогда да, тогда понятно. Тогда эта логика, она... Потому что оценка должна удерживаться на каком-то уровне, она не должна падать ниже, имея в виду, что там их всего три получается, а четыре. Вот, соответственно, если мы говорим о мотивации достижения, то пятибалльная система и та система, которая используется без веса, смысла никакого не имеет. Как раз больность и придает некий новый аспект мотивации. Для оценки, тем более по контролю. Я уже молчу о том, что это важный сигнал для родителей. Вот для этого самого мамы, к которой падает успеваемость, то есть ее ребенок систематически пишет контрольный хуже, чем ответы в доске или там домашней работе. Значит, итак, форма контроля. Значит, еще. Теперь в образовательном контенте, Михаил Александрович, это ваш любимый. Значит, мы взяли страницу любого учебника, ну так, для наглядности. И, в общем, мы видим, что даже на любой странице учебника контент, который на нем представлен, можно разделить на какие-то смысловые разделы. В данном случае это объяснение, дальше задачи, факты, определения, примеры, какие-то задания предложены. То есть любой контент можно взять, как это да, мы сначала говорили взорвать, потом начали говорить фрагментировать. В результате можно сделать и обратный ход. Можно набрать этого контента по этим категориям и слепить его обратно на эту страницу учебника. То есть таким образом получится ход, при котором учитель может делать тот учебник, который ему нужен. Который подходит для конкретного ребенка, который подходит для него. Но, правда, это будет не совсем учебник, в таком классическом понимании. Но это будет действительно электронный учебник, такой адаптивный электронный учебник. Как это все устроено? Значит, позвоночником всего этого, всей этой конструкции контента, являются контролируемые элементы содержания образования. Только не контролируемые элементы в таком классическом виде, как мы их видим в кодификаторе FIPI, а детализированные кэсы. То есть когда в одном большом кэсе мы выделяем те кэсы, те определения, которые в него входят, и, собственно говоря, формируем такой позвоночный столб. Вокруг этого позвоночного столба уже наращиваются объяснения, соответственно, определения, объяснения, феномены. И более того, это нам позволяет, этот самый контролируемый элемент содержания образования, отслеживать по совпадению по различным предметам. Таким образом, мы пытаемся уже на уровне контента обеспечить ту самую межпредметность, о которой мы так много говорим, но которую пока на уровне контента пока еще трудно реализуем. Значит, что еще прикрепляется к кэсу? Кроме того, о чем я сказал, это также задания прикрепляются, задачи в тренажерах, ну и, соответственно, все сценарии уроков тоже крепятся вот к этим самым контролируемым элементам содержания образования. Значит, что это позволяет сделать? Когда мы с вами, если мы с вами весь контент по предметам представим в виде вот такого дерева кэса, которое каким-то образом описано и которые контентом наполнены в форме изображений, там, текстов, задач, соответственно, мы можем этот контент использовать совершенно по-разному. Мы можем из-за него продуцировать различные тестовые задания, мы можем делать некие сценарии в предметных лабораториях электронных, мы можем, соответственно, делать свои учебники, которые подходят к конкретному учителю или конкретным учащимся. И этот контент, соответственно, можно будет использовать в какую-то единицу времени на положительных учащихся на рабочем месте учителя или как сценарий интерактивной доски. Даже нет, даже не сценарий интерактивной доски. Сценарий интерактивной доски у нас такого нет, у нас есть сценарий вообще, технологический сценарий урока. То есть это в единицу времени отображение того или иного контента, либо учащихся, точнее, на одну единицу времени, какой контент соответствует интерактивной доске, какой контент соответствует группе учащихся, планшету групп учащихся, и какой контент соответствует армому учителю. Ну, в общем, это так подробно можно увидеть завтра, когда вы придете на мастер-класс и просто заглянете в планшет учителя. Как это все выглядит. Следующий важный момент, о котором мы немного говорим, есть разные подходы к организации тестирования и к организации тестов. Мы здесь в этом тоже рискнули и предлагаем учителю не разрабатывать тесты. Вы понимаете, что у нас уже в центре всего этого лежит некоторая библиотека. И мы предлагаем учителям не делать тесты, мы предлагаем учителям делать тестовые пакеты, точнее, пакеты тестовых заданий. Что это значит? Один учитель планирует для исследования, для изучения уровня сформированности какого-то КЭСа, некоторый пакет тестовых заданий. В этот пакет входит несколько заданий различного уровня, ну и, соответственно, разделенных по вариантам. Другой учитель делает то же самое, третий учитель делает то же самое. В результате мы формируем н пакетов на один и тот же КЭС, мы формируем н пакетов тестовых заданий. Это позволяет нам сконфигурировать автоматически тест абсолютно любой сложности и достаточно уникальный. Это даст нам возможность, ну, во-первых, есть тесты, которые будут открыты для того, чтобы любой учитель или, самое главное, ребенок мог сформировать себе перед контрольной работой, перед промежуточной аттестацией, каким-то мероприятием, мог сформировать себе тот пакет тестов, который ему необходим. То есть те КЭСы, которые будут вынесены учителем через день или через неделю. Это под учителю использовать не только свои заготовки, но и, собственно говоря, заготовки всего города. Ну, то есть, точнее, тех учителей, которые работают над этим. Я все, по квадратным не сдавлюсь. Чем нас, нет? Значит, что еще очень важно? Очень важно, что за каждым из этих тестовых пакетов и за используемыми тестами будет еще такой хвост статистики. Учитель должен иметь возможность, приобретая, используя тот или иной пакет тестовых заданий, он должен понимать, сколько еще учителей его использовали. Каким образом выглядит распределение ответов учащихся на этот тест? Он вообще является валидным или нет? И тогда уже на основании вот этого хвоста принимать его в тест, то есть отдавать его детям или не отдавать. Для нас это очень важно, потому что, в общем, это повышает качество того материала, который мы используем. Значит, соответственно, это же позволяет нам здесь сверху приведен какой-то профиль ответов теста. Все время, когда после окончания тестов мы сталкиваем и получаем какой-то профиль, мы задаем все вопросы, а что дальше? Вот мы видим какой-то показатель на низком уровне. И в большинстве случаев это максимум, на что может ответить тестовая система. Когда это единая среда, когда это система связанного контента, это нам позволяет ребенка непосредственно порекомендовать ему конкретный сценарий учителя. Может быть, другого учителя, может быть, не его. Конкретный тренажер, конкретный учебник, раздел учебников, в котором это рассказывано. То есть тест фактически еще раз пройти этот, не этот, а уже аналогично этому тесту. То есть таким образом система является самомотивирующей. Она предоставляет возможность не останавливаться на констатации негативного результата, а что-то с этим негативным результатом самостоятельно сделать. Хорошо. Значит, ну, я тогда не буду про библиотеку контента говорить. Хотя, в общем, в основе всего этого как раз тот самый модуль, который сейчас запускается на город, и мы приглашаем всех учителей, которые хотят принять, имеют желание принять участие в этом проекте. Собственно говоря, вот на таком принципе размещать в общегородскую библиотеку свои разработки, свои методические материалы для того, чтобы, собственно говоря, весь город мог их использовать. Вот тот самый учитель пришел, который я говорил. Анастасия, здравствуйте. Людмит, есть что-то? Нет, давайте, если вопросы есть, может, на пару вопросов ответим. Давайте. Вопросы? У меня тут один вопрос. Будет ли эта система дальше так же насильственно внедрена, как вы знали? Скорее нет, чем да? Точно нет, чем да. А вы сначала говорили, что все будут колесами выбирать. А, я понял, да. Да? Так случилось? Нет, к сожалению, и к счастью, к сожалению, систему эту внедрить насильственно невозможно, потому что она требует определенного, ну, понимаете, да? Если в школе, например, недостаточна инфраструктура в части, например, мобильных планшетов, или педагог не хочет использовать сценирование уроков, которые мы ему предлагаем, или он, ну, есть разные мнения насчет электронного контента, да, Максим? Некоторые говорят, что электронный учебник это заставить, его это делать, но это, по крайней мере, неразумно и невозможно. Поэтому эту систему насильственную, ну, я даже не могу представить, как ее можно внедрить. Мы идем по желанию, мы идем по тех, кто-то сценированным. Я просто понимаю, что, я понимаю, о чем вы говорите. Вы же говорите сейчас не о том, что там кто-то придет и будет там по голове долбать. В школе есть, школа это все-таки какая-то инфраструктура, школа это какая-то система тоже управления. И там отвечать за каждую школу, что там вот, вот точно этого не будет, или там не будут применяться какие-то управленческие механизмы, я не гарантирую, поэтому я не могу вам ответить на эти вопросы. Ну, может, вопрос, донести на департамент эту светлую область о том, что невозможно составить мудрость. Это департамент образования? Да. Максим, я не могу. Михаил Даркович, ну, на самом деле, пока что ни у кого не было в планах все же насильно что-то внедрять. Нет, я поэтому как поздно. Вы заранее? Вы заранее? Уже, да. Уже, да. Уже, да. Разрешите тоже вопрос. Коллеги, вот я слушала предыдущую дискуссию, когда сидели директора и Марголис Аркадий Ромич, и сейчас слушаю вас. Мне кажется, что вы вот с предыдущими коллегами, которых тоже можно признать экспертов, все-таки действующие директора, они самых плохих школ, разошлись в двух важных моментах. Во-первых, вы привязываетесь к традиционной структуре урока, ваши цифровые материалы, а нам сейчас говорили о том, что смешное обучение это совсем другое обучение, и там нет объяснения на уроке, например, нового материала, и там совсем другое построенное пространство в заднем. Во-вторых, вы привязываетесь к школе, а директора нам только что говорили о том, что это в любом случае будет сетевой проект. И приводили в пример совершенно замечательную систему такси, и говорили, что Яндекс.Такси это сегодняшний день, а завтрашний день это Uber, когда совершенно никакие институциональные рамки, учреждения, классы, школы и так далее, не связаны с процессом обучения. Вот ваша система так тонко, технологично, детально разработана, которая стоит кучу денег. Таким вызовом готова? Спасибо. Хороший вопрос. Удивительно, что эту систему, вы не поверите, мы, собственно говоря, с Аркадием Ароновичем об этом сказали. Два года назад, собственно говоря, обсуждали. С Михаилом Геннадьевичем А. Два года назад, за два года не вышел, в цифровом плане. Да, действительно так. Вы знаете, собственно говоря, работая в этом ВУЗе, собственно, третий год, я вынужден курс информационной образовательной среды или информационной среды современного образования переделываю три раза. Ни одного слайда с предыдущего года у меня не остается. Поэтому мы-то это все прекрасно понимаем. Вот, на самом деле, вот именно эта среда, вот эта инфраструктура того, о чем говорили ректора и, собственно говоря, директора школы. То, что мы говорим о школе, школа это только организационная единица. То есть, так же, как современный класс, там, 11-й Б, не означает совершенно, что это один учебный план. Согласны? Там может быть шесть учебных планов в одном классе. Просто вопрос в том, что мы с этого и начали. С того, что очень важно обеспечить инфраструктуру всего этого. Мы от школы все равно никуда не уйдем. Эта организационная единица есть, и она такая, какая она есть. Я уже не даром сказал, что есть пятый страйд про облачную школу. Наверное, это какое-то далекое-далекое будущее, и, наверное, мы к нему когда-то придем. Я не уверен, как в перспективах Харкадия Ароныча это не будет через три года. Я боюсь, что это не будет и через 33 года. Но то, что мы должны обеспечить инфраструктурно, безусловно, и когда мы уже внедряем информационную систему, которая сама по себе информационная система не привязывается к образовательной организации, она находится над образовательной организацией. Она охватывает весь город. Она не привязывается к конкретным кейсам образовательной организации, она привязывается ко всем кейсам, которые существуют в городе. Я говорю о дневнике, и о системе оценки, и о контенте, о чем угодно. Более того, то, что мы видим здесь в сценарии уроков, ведь существует очень удобной вещью, в том, что ребенок, вот тот контент, который мы делаем с учителем, он не обязательно должен присутствовать в этом классе. Контент планшета ребенка, он может по телевизору смотреть учителя, и у него будет меняться контент, он может участвовать даже в тех группах, которые запланировал учитель, или они организовались по ходу, находясь у себя дома. Так что, безусловно, эта система, она не ориентирована, она позволяет организовывать урок в традиционной системе, я не забрал с планшетами, она уже не традиционная. Но, естественно, позволяет ребенка вынести в облако, вплоть до того, что я еще раз повторяю, что у ребенка есть возможность пройти сценарий урока не только своего учителя, но и любого другого учителя, который он там по рейтингу, по отзывам других одноклассников, или, может быть, просто школьников, или каким-то другим причинам выборов. Спасибо, Игорь. Можно я дополню еще? На самом деле мы не говорим, что это законченный статичный продукт, мы говорим о том, что этот продукт можно использовать уже сейчас, и что мы не останавливаемся, продолжаем его развивать. То есть он будет развиваться, и вы будете пытаться соответствовать требованиям времени? Я думаю, что во многом он будет обережать те возможности, которые сейчас используются. Спасибо большое. Спасибо. Было очень интересно, и теперь я хочу представить, мы ознакомились с опытом, очень интересно, теперь я хочу представить учителей. Спасибо. Спасибо.